Друзья, привет! Приветствую вас у себя на канале. Меня зовут Алексей Истомин, и мы с вами сегодня опять отправляемся в Вегас. Сегодня будет жаркая катка. Ту катку, которую я очень хотел, мечтал в свое время и даже в моменте жаждал попасть. Очень долго был в очереди за этот стол. Этот стол, это стол с Дэном Белзеряном. Все вы, наверное, знаете этого бродягу, живого воплощения мужской мечты для кого-то. И, конечно, вспоминая себя лет 10 назад, я сидел, смотрел на эти фотографии в его инстаграме, эти видео с ним. Все это обилие внимания женского, все эти мускулы, все эти деньги, всякие возможные удовольствия, радости жизни. И никогда бы не мог представить, что я окажусь с ним за одним столом. Но вот судьба мне улыбнулась. Я все-таки получил свое заветное местечко. Так, наша очередь пришла. Мы двигаемся за стол к Дэнчику. Пойдемте тащить, ребят. Несмотря на то, что мне было не разрешено снимать, я задокументировал как мог все события. Я обещал ему, что я не буду снимать его лицо. У меня есть фотография, сделанная вот, которую вы видели, возможно, на заставке. Или вот эта фотография, которую я сделал до начала игры, когда еще меня не попросили, чтобы я не снимал. То есть, фактически, я не нарушил обещание этой фотографии. А в основном во всех остальных раздачах, конкретно Дэна, мы видеть не будем. Но, поверьте мне, это он. И, собственно говоря, да, поддержите это видео лайком. Подпишитесь на канал, если все еще не подписаны. И приятного аппетита! Так, короче, попал я за стол. Тут какой-то движ происходит невероятный. Там какой-то прогрессив стендап. Короче, я придется сдать, пока это закончится. Ну, да ладно. Игра выглядит сочно, но там огромные стыки, ребят. Не знаю, как будем сейчас тащить. Давайте вам напомню, ребят, что такое стендап гейм и как в нее играть. В одном из моих предыдущих роликов я показывал, даже играл и принимал участие в этой игре. Правда, там были другие ставки. В общем, начнем с основного концепта. Игра называется стендап, потому что все в идеале должны встать. И каждый, кто выиграл раздачу, может сесть. Соответственно, последний стоящий игрок должен заплатить каждому игроку за столом, кто уже сел, ну, соответственно, все сели, кроме него, заплатить определенный штраф, о котором договаривается в начале игры. Обычно это от 2,5 до 5 блайндов. То есть, вот мы играли 5, 10, 20, обычно штраф 50. Это как должна быть игра в идеале. Но для упрощения в последнее время играется, что никто не встает, все сидят и просто каждый выигравший игрок получает фишечку. Соответственно, последний игрок без фишечки вынужден заплатить каждому игроку с фишечкой штраф. Это изначальная версия этой игры. Здесь же пошли дальше и придумали прогрессив. Прогрессив, это значит, что ты помимо одной выигранной раздачи за круг, пока играется игра, не за круг, точнее, за раунд стендапа, пока не остался один человек, можешь выиграть несколько раздач, и тебе дадут несколько фишечек. И, соответственно, в конце игры ты получаешь за каждую фишечку определенную сумму денег, да, о которой было договорено. Соответственно, если это 50, и ты выиграл 4 раздачи, то ты получаешь не 50, а 200. А здесь Дэндл Зерян, так как он пришел развлекаться на низкие лимиты, то он решил сделать очень дорогую эту стендап-гейм, потому что мы играли стол 5-220, но фишечка одна стоила 200 долларов. И, соответственно, вы понимаете, и плюс это прогрессив. То есть, если, например, кто-то выиграл 5 раздач за раунд, то он в конце получит 1000 долларов. Представляете, да? Ну, это полностью меняет игру. Игра становится безумно дорогой, потому что в центре стола, по сути, огромные деньги лежат. Например, представьте, осталось 2 человека, у кого нет фишечек, а у остальных уже больше 10 фишечек за столом. Соответственно, кто-то один из двух должен будет заплатить столу 2-2,5-3 тысячи долларов. И, соответственно, это, по сути, антэ, который лежит в центре стола, и за которое нужно бороться. Поэтому там префлопа лыны, и подобные безумства случаются просто на раз-два. В общем, давайте без лишних разговоров лучше посмотрим на все это. Вот, например, я успел заснять раздачу. Это как раз 2 человека остались без фишечек. Вот обратите внимание, у меня слева у игрока лежит фишечка, дальше лежит фишечка, а у двоих нет. И у парнишки, у него короченный стэк, 1800 с лишним, да, он не докупается специально, потому что в этой игре выгодно играть с коротким стэком. И он уже довольно-таки много проигрывает, и сейчас он опять на грани проигрыша. Поэтому он идет all-in, префлоп с король-2, потому что если он сейчас не выиграет эту раздачу, ему придется заплатить стол больше 2000, поэтому, по сути, для него, у него 2000 мертвых денег в центре стола. Другой чувак справа его калирует, точнее ставит свой all-in, у него тоже нет фишечки. И Дэн Белзерян все это дело прикрывает, у него, если обратить внимание, 4 фишечки уже. И посмотрите на шоудауны, да, у первого, кто пошел all-in, король-2, сьют, он поймал две пары на первой доске. Кто его репушил, у него 8-9 одномастные, он зарепушил около 12 тысяч. И Дэн Белзерян все это дело прикрыл на туз-7 пикей, это нац. В этой игре, как вы видите, то есть он был старше всех, и за банк 26 тысяч вот поехали с такими руками. Надеюсь, понимаете, что будет жарко, так что пристегивайтесь, запасайтесь попкорном и держите кулачки. Ну, благо мне вовремя в начале заходила карта, здесь на ББ я нахожу туз-король и тот самый кратыш из раздачи с король-2. Опять короткий стэк и опять ставит all-in, на префлопе был какой-то рейс, он просто запихнул all-in, я на ББ поднял туз-король, поставил с собой all-in, 4 с половиной тысячи, все остальные пас. Поехали двадцать? Поехали. Да, давайте двадцать. На первом для ботен, видите? Нет, нет. Окей. Чоп, подавим. Я крутанули две доски. Первую я забрал по туз-хай, на второй он, к сожалению, поймал валета. Мы поделили, но я получил фишечку и теперь точно не проиграю. Неплохой старт, облегчение, потому что я понимал, что возможно я играю до первого проигрыша эту катку. Здесь до меня каким-то образом все выкинули, и я поднимаю 7-8 одномастные на катофе. Рейзы в этой игре далеко не такие, как на обычном столе 5-10-20, потому что все понимают, что очень выгодно забрать на префлопе. Плюс вы видите, вот у человечка слева сколько фишек, и так у многих за столом. Это, кстати, девчонка слева играет. В общем, я открываю 150, и Дэн Билдзирян с большого блайнда ставит мне 3-бет 600. Тут я играю колл, с моей рукой отличная ситуация. Ситуация, единственное, что я понимаю, что это будет часто раздача на стэк. В каких-то маргинальных ситуациях придется выставляться, но что делать? Таков покер, особенно эта игра, она диспловая, и это надо понимать с самого начала. Играю колл, выходит отличный борт, 7-5-3. И Дэн ставит продолженную ставку толпота, и я здесь на самом деле задумываюсь, хочу ли я ставить all-in, или же хочу играть просто колл. Думаю, что все-таки на самом деле равнозначные опции, нету определенного решения. И пуш хорошо, и колл хорошо. Я подумал, что у меня довольно-таки сильное, много очень как бы воздуха у Дэна, и я хочу, чтобы он поставил сам с этим воздухом на тернил-ин. Проблема этого плана в том, что у нас как бы нет узы или не сет, и наша рука уязвима. Но все же катка такая раскачанная, что я решаю сыграть колл и оставить все его блефы в игре. По терну приходит тройка, неплохая карта, открывается флэш-дро, Дэн ставит половину моего стэка, мне ничего не остается, как пойти all-in, сжать булочки и надеяться на лучшее. Он быстро коллирует. Я такой, блин, неужели впаялся? Крутим две доски, ривер 10 пик на первый. Я думаю, блин, точно проиграл, закрылся бакдорный флэш, закрылся, пришла десятка. На второй доске тройка. Дэн спаривается еще раз, то есть уже у меня фл-хаус. Я показываю семерку, и оказывается, этого достаточно. И вот так вот фл-дабл сразу против Дэнчика сюда. Дальше интересный хенд. Дэн ставил страдл всегда 40. Все паз до баттона, и баттон сыграл колл. 40 я поднимаю на SB-10 одномастный. У меня нет фишки, поэтому я очень замотивирован выиграть эту раздачу. Ставлю 400. Может быть, это даже мало, ребят. Не удивляйте, что это 10x, потому что я получаю коллс астрадла и коллс баттона. Это означает, что это точно не оптимальный сайт, потому что мы хотим в идеале получать какие-то фолды при флоп. Повезло с доской. 10, 8, 6 флэш-дроне мое. У нас топ-пара с топ-кикером, но очень уязвимая в будущем рука. В то же время я понимаю, что мои оппоненты чаще смотрятся на какой-то низ. Оверкарты мне не сильно страшны, но в то же время хочу вкладывать деньги в банк. Почувствовал, что могу спровоцировать игроков на рейс. С небольшой ставкой, поэтому поставил треть. Так и получилось. Дэн сыграл рейс 2 200. Огромный сайт, 5,5х. Баттон пас. Счастье, потому что если бы баттон вписался в эту раздачу, было бы очень непросто, если честно. Но с учетом того, что все пошло по моему плану, у меня довольно-таки легкий алл-ин. Хоть и страшно, потому что в стеке уже 10 тысяч. Я пуш и получаю мгновенный пас. Отлично. Огромный банк без шелдауна. По красной едет к нам. И фишечка, конечно же, не забываем. Так, не успел подснять раздачку стуз валет. Давайте воспроизводить так. Значит, в этой раздачке не было страдло. Рейс 60. Нормальный размер. Кол на МП. Я на баттонисус валет ставлю 300. Дэн в холодную залетает с большого блайнда. Рейзер кол. Колер, конечно же, кол. Выходим на борт. Король-король 6. Абсолютно ни во что не попал. Но борт отлично подошел к моему диапазону. И несмотря на то, что мы мультивей, я думаю, что с учетом широты ренджей мы будем здесь получать какие-то фолды. Плюс, если что, будем разбираться на поздних улицах. Решаю все же поставить конбет небольшой. Получаю кол от Дэна и кол от колера. Сдаюсь уже мысленно в этой раздаче, но потерну открывают хорошую карту валет. Ко мне прилетает два чека. И я в игре решил взять чек-бехайнд в надежде половить блефы от Дэна на ривере, потому что он не пропускает. То есть, если где-то кто-то чекнул, то он всегда ставит. И это, в принципе, очень неплохо. Решаю сыграть чек. Хотя ставка тоже неплохо смотрится здесь. Но по риверу приходит туз, к сожалению, та карта, которую не очень хочется блефовать. Я понимаю, ко мне опять прилетает два чека. И здесь я задумался, есть ли у меня были бет. На самом деле ситуация такая сомнительная, потому что непонятно, хочу ли я бет колить. И непонятно, с чего я хочу собирать values, учет на того, что мои оппоненты смотрятся очень слабо. То есть, я тут или буду получать огромные какие-то чек-рейзы. Может быть блеф, а может быть кто-то за слоу-плейл сильную руку, такую как король валет. Или, я не знаю, может быть сет шестерок, да. Или король шесть. То есть, все эти руки могут быть в рейнджах моих оппонентов. Но при этом, как бы, аикс там со всеми аиксами я вплитую. Мои две пары не играют. Потому что играют туз, король, тузы, короли и кикер валет. И, соответственно, я понял, что чек-рейс я коллировать не готов. На таких стеках. И решил просто взять чек-вихайнд. Понятное дело, ни у кого ничего не было. И я забрал этот банк. Ну, что тоже неплохо. Пишите в комментариях, ставили ли вы тут на ривере. И какой бы был ваш план такой катки. Так, ну, на самом деле, очень неплохо идет. В целом, аккуратно. Но чем больше стек, тем сложнее играть. Потому что игра мегадисковая. И, как бы, очень часто выгодно просто пойти all-in. Там, в ситуациях, когда у тебя, ну, меньше 10 тысяч. Потому что в банке уже слишком много денег, благодаря этим прогрессив. Когда стеки 10 тысяч, ну, легко пойти all-in. А вот когда в стеке, там, 15, как сейчас у меня, то уже сложнее. Сейчас посмотрим, что это будет. По 300 сделали этот раунд. Я 3-бетнул. С СБ сразу 7-8. Сьюд против Паттон на 200. Тысячу дал Макгол. Дама 10-4. У меня бэкдор. Я поставил 700, мне отдал рейс 2-700. Я выкинул, он показал балет 8 червей. В том же раунде по 300, когда играем. Потому что укороченный стол, где мне не удалось забрать фишечку 7-8. И проигрыш сейчас еще дороже стоит. Каким-то образом я оказался на фриплее на большом блайнде. Здесь 4 сьют. Вышел борт 9-7 мелкая. Другой масти. Флэш-дроп. Все прочекали. И по тверну пришла восьмерка. Закрылся флэш. Напоминаю, что у меня другая масть. Но я зарядил туда пот с намерением изображать флэш и блефовать, если что, на поздних улицах. Но каким-то чудом это сработало. Я забрал пот на терне и получил заветную фишечку. 300-долларовую фишечку получил, ребята. В том раунде я, получается, не проиграл. Другой человек проиграл. У нас по 300 было. И начали еще один раунд. Видимо, последний. Я сразу же на ботане нашел 9-10 разный. Поразил Дэн колл на СБ. Дама-король мелкая. Две губи. Я поставил поп-бота сразу 220. Он колл. Терн 8. Он чек. Я 1000 помялся и выкинул. Сюда. Первая кнопка. Тем временем мы подбираемся к ключевой раздаче этого вечера. Я на Страдле. Нахожу тут король. Дэн залимпился на МП. СБ колл. И я поднимаю АК на ББ. Ну, на Страдле. Ставлю 500. Вот это раз еще больше. Получаю колл от Дэна. Мы в хедзапе. Выходим на борт. Валет 2-3. Радугой борт. Я поставил продолженную ставку. Знаю, что он будет широко тащить. Он ожидаемо коллирует. Потерну открывается пятерка и флэш-дро. Не мое. Я играю чек. Дэн сразу же заряжает близкую к поту ставку в 1600. Ну, потерну у нас легкий пол. Молимся на ривер. Но ривер, к сожалению, приходит с десятком. Абсолютно нас никак не усиливает. Я играю чек. И Дэн довольно-таки быстро ставит ставку в 4000. Ох, ребятушки, я здесь ушел в глубочайший танк. То есть, как будто бы у нас ничего нет. Да, и надо фалдить. Но ощущение того, что он просто максимально широко протягивает на флопе. Меня не покидает. Хочется заплатить. Я начинаю прикидывать, с чем он так может сыграть. В целом, конечно, value ему придумать можно. То есть, у него абсолютно любые карты с доской могут быть связаны. Но если подумать, то изображает он довольно-таки полярно. То есть, это топ-пара или же какие-то две пары. Две пары могут быть только с пятеркой. То есть, это какие-то 3-5, 2-5. Да, но он их иногда зарызит по флопе. Эти руки. Валет тоже может иногда зарызить флоп. Но, по крайней мере, не факт, что какие-то слабые валеты, там типа валет 6, будут бетать настолько полярно. Да, то есть, как будто бы он изображает сильного валета, которого у него, по идее, нету с префлопа. Или же какие-то две пары, которых тоже, на самом деле, не так-то просто ему найти. Могут быть, конечно, опять-таки, какие-то стриты, типа 4-6 или туз-4. Но с ними тоже, возможно, с туз-4 он зарейзит префлоп. 4-6 может зарейзить на флопе. То есть, на самом деле, не так-то много у него value комбинаций. Но момент того, что нам прилетает на ривере 4 тысячи, общий банк будет составлять 13к. Нам надо платить это с туз-хай. И для меня это, конечно, совершенно новые лимиты, новые ставки. Мозг кипит, температура зашкаливает. Я реально промучился 3 минуты. Все закончилось тем, что я реально не знал, какое решение верное. Не мог соединить все воедино и решил крутануть ослика и заколлировать, если выпадет красное. И выкинуть, если выпадет черное. Ослик, конечно, не подвел. Выпала красная. Я нажал call. Дэн перевернул. Дама-семь разномастные. 13 тысяч банк. Ребята едет к нам. Вскрыли Дэна Балзилия на ботус-хай. What a day. Да, ребятушки, ставьте лайк этому видео. Сейчас самое время. Подписывайтесь на тележку. Там будут подробности подобных моментов, когда они будут еще раз. Продолжайте наслаждаться и играть в покер. Да, потому что это был бы мой самый лучший сон. Но, к сожалению, ребятушки, Ослик показал черное. Я выбросил. И Дэн перевернул дама-семь разномастные. И вот так вот это прекрасный покерный сон, который на секундочку мог бы стать в моей голове реальностью, превратился в кошмар. Потому что, конечно же, я был настолько близок к колу и настолько не смог. Немножко ставки, безусловно, ставки сыграли ключевую роль. Настолько ставки надавили в какой-то момент, что я не смог собрать все воедино. И вполне возможно, здесь не нужен никакой Ослик на ривере. Надо просто всегда коллировать в этой ситуации. Потому что у него, очевидно, переблев. У него не так много value в этом споте. И как бы это безумно не выглядело, наша рука часто годится. Но, к сожалению, в игре я не нашел этот кол. И вот так вот этот феноменальный банк. 13 тысяч долларов против Дэн облзира на потус-хай, к сожалению, оказался всего лишь мечтой. Да, авария произошла. Порезил чуваку, у которого нет кнопки 300. Я туздамусюх нашел за ней сразу 900. Он пуш, но я колл 6 с лишним у него было. 2 валя. Окей, флип. Класс! Ой, ой. конечно эпическая игра очень хорошо в начале сложилось блин вот этот ковкус король я но ребят я думал просто билет 3-4 я сидел думал и ослика я уже не знал реально то есть я не хотел заспивать конечно 4к но я так хотел его вскрыть туз хай и надо было скрывать потому что это же эпично блять если бы я вскрыл дэна белзириана по туз хай здесь то он бы понял что рашен его покрашен получилось так что да я решил сейфово сыграть ну так понятно что кол безумный но он прям видно что хотел меня переиграть и репил очень узко на самом деле то есть он тут не по этой там валет 6 какие не выдают за такой сайдинг а это лим под короче блин много воздуха и надо было коллировать но вот не не угадал после не помог к сожалению выкинул и пострадал да сразу же сразу же покерные боги сдали монетку и не выиграл конечно такие монетки тоже по 7000 хочется тащить ну ладно было эпично безусловно очень круто поиграть опыт как бы как всегда не проиграли я зашел на 4 600 какой-то момент у меня было 15 с половиной и снял 4 700 не знаю как это возможно в такой игре но вот так получилось ровно в ноль короче устал иду отдыхать все пока друзья спасибо большое что досмотрели видео до конца спасибо что смотрите в целом не забывайте пожалуйста про лайк этому видео это всегда очень важно для меня смотреть не только на количество просмотров но и на количество лайков так я знаю что вам видео понравилось так я знаю что вам нравится мой канал а мне как креатору это очень важно знать поэтому пожалуйста давайте обратную связь ну и как всегда для вас для мотивашки у меня есть битки у вас есть лайки давайте меняться по классике набираем полторы тысячи лайков оставляем комментарии под этим видео подписываемся на телеграм-канал там будут условия розыгрыша то есть как мы соберем здесь полторашку лайков я вам в тележке озвучу что нужно сделать чтобы получить свой приз это всегда очень просто в предыдущем ролике у меня вообще было 8 всего победителей по 50 долларов то есть людям просто насыпали деньги мне потом конечно отругали за это но ничего я считаю что кто успел туда съел поэтому друзья не тормозите поставьте лайк просто потому что вам понравился видео поставьте лайк и если хотите выиграть покер битков поставьте лайк чтобы поднять настроение как угодно и я жду вас у себя в телеге и на следующем ролике пока спасибо